Здравствуйте! Сегодня поговорим о работе и зарплате. Правда ли, что рост зарплат в России остановился? Сравним несравнимое Москву и отдельную Россию, Россию и остальные страны, Кавказ и остальную Россию. Обсудим проблему поколения Я-Я-Я или УАЙ, молодых людей с завышенными амбициями, запросами и самооценкой. У нас в гостях Марина Хадина, это руководитель карьерных сервисов Headhunter. День добрый. Добрый день. И Екатерина Ухова, партнер ИУАЙ, руководитель группы консультирования по управлению персоналом. Добрый день. Ну, первый вопрос. Мне кажется, или рост зарплат в России в среднем действительно остановился? Ну, что считать ростом, наверное, он стал чисто компенсационным. Вот в этом году он фактически равен инфляции. Потому что, если говорить до кризиса, то мы видели, что каждый год рост зарплат опережал на 2-3% инфляцию. По нашим исследованиям, кстати, такая же картинка. То есть вот эту вот приостановку нельзя назвать как таковой приостановкой, это естественная индексация? Да, он перестал расти, доход перестал расти в реальном выражении. Он растет в номинале, но это чисто компенсирует, но надо не забывать, что он компенсирует официальную инфляцию. И мы все прекрасно понимаем, что реальная инфляция, она разная, более того, для каждого человека, она разная в зависимости от того, какова его корзина. Ну, однозначно, все среднее. И вот эта вот средняя статистика, она иногда сильно путает все карты, потому что анекдот даже есть, да? Чиновник ест мясо, рабочий ест картошку, оба едят гуляш или оба едят там картофель с мясом в среднем. По поводу все-таки еще одного такого момента, когда человек очень долго работает на одной должности, и у него очень долго не меняется зарплата, то есть не растет. Ну, и по большому счету она даже не индексируется, даже в лучшие времена она редко индексировалась. И единственный шанс угнаться за уровнем того оклада, который был у тебя с инфляцией, это, ну, менять работу, что ли. Ищешь другую работу, чтобы там давали более другой доход, чем на этой работе. Ну, как правило, такие соискатели, они стесняются подойти к своему работодателю и поговорить о заработном плате, кстати говоря. И если на собеседованиях у человека спрашиваешь, почему ты меняешь сейчас работу, и он говорит, мне давно не пересматривали зарплату. И задаешь вопрос, как давно ты говорил с руководством об этом? Он говорит, не говорил. То есть в менталитете большинства сотрудников есть мнение о том, что работодатель, он же умный, он сам должен понимать, что инфляция, что изменения. Если честно, я тоже так думаю. Не правильно? Но на самом деле это не совсем правильно. То есть в норме, конечно, компания должна ежегодно пересматривать зарплаты с учетом инфляции, с учетом объема, обязанности, функционала, ответственности, который меняется у человека. Она со временем меняется и так далее. Но, к сожалению, эта практика, она больше сейчас распространена все-таки в крупных российских и западных компаниях. Но не, если говорить о большинстве работодателей, конечно, еще пока не все в эту норму вошли. Поэтому здесь мы всегда рекомендуем соискателю самому проявлять активность, сотруднику в данном случае пока еще, проявлять активность и говорить с своим руководством. Хотя я бы задумалась с точки зрения будущего потенциального работодателя, я очень сильно бы задумалась над этим сотрудником, который умудрился столько времени сидеть и быть незамеченным собственным руководством и обнесенным повышением заработной платы. Потому что Марина совершенно права в том плане, что индексируется в вилке заработных плат, а движение сотрудника в вилке уже зависит от его личных заслуг. Он может, даже при том, что вилка пошла вверх, он может остаться на своем месте, то есть фактически оказаться в худших. Вот если он был худшим в этой компании, насколько он нам нужен? Ну, это зависит от компании. В какой-то компании он средненький или чуть ниже среднего по качеству. Мне кажется, все-таки зависит от работодателя. Если он считает, что сотрудник хорошо выполняет свою работу и не требует добавки, то и не надо ему. Да, и это нормально. Здравый подход. С другой стороны, работник, вот как я всегда, я никогда в своей жизни не просил надбавки. Частливый человек. Ну, мне кажется, что действительно работодатель тебя увидит, в данном случае меня, и поймет, заслуживаю ли я это или нет. Ну, вот у меня была одна подработка, где я работал пять лет. Не индексировалось ни разу. Я вот пришел на 25 тысяч, в 2008 году ушел, в 2013 с 25 тысяч. С учетом всей инфляции моя зарплата сократилась ровно на 50%. То есть я по ценам восьмого года уходил с зарплаты в 12 с половиной тысяч. Мне казалось, что я совершенствуюсь, и я делаю свою работу от года к году лучше, но, видимо, моему работодателю так не казалось. Точнее, возможно, он видел, что моя работа неплохая, его устраивает. И тот факт, что я никогда не поднимал эту тему, она его тоже устраивала, он ее не повышал. И я просто сказал, я намекнул так, мне нужны перемены, я не говорю, что, ребята, пересмотрите, вот, потому что с учетом этой 50% инфляции пришлось бы эту зарплату повышать в полтора раза. Я просто хочу, мне нужны перемены. На что мне сказал мой работодатель, ну, поменяйся со сменщиком, графиком. Ну, да, то есть об этом лучше говорить конкретно, то есть прийти к руководителю, сказать о том, что каких именно перемен вы ожидаете. Потому что кто-то подразумевает график, кто-то подразумевает функционалы, вообще другой даже департамент, кто-то подразумевает именно заработную плату. В общем, я ушел и как-то вот не заскучали. Я так понимаю, что, ну, я тут не знаю даже. У меня разные выводы. С одной стороны, если, Екатерина, вашу логику судить, то, что меня не удержал работодатель, ну, или какого-то любого человека на моем месте, значит, для работодателя я был единицей на троечку, средненькой. С другой стороны, мне тогда что о себе думать? Я что, очень плохой работник? Нет, может быть, эта работа была не для вас. Ну, хорошо, тогда будем искать такие психологические моменты. Уважаемые радиослушатели, вы можете позвонить нам по телефону 65 10 99 6, код города 8495, либо пишите нам на сайт финанс.фм, на страничку программы «Парадокс». И можете рассказать, озвучить свое мнение о том, действительно ли рост зарплат в России остановился, насколько далека по-прежнему Москва от остальной России, либо регионы подтягиваются до Москвы, либо Москва со своим понижением окладов стала чуть-чуть опускаться по доходам до остальных регионов, где еще, кроме Москвы, можно заработать. Причем речь идет не о больших деньгах, а о реальном уровне жизни. И напомню, что у нас осталось три четверти программы, и в это время мы обсудим, почему такая высокая безработица на Кавказе, и правда ли, что молодежь не хочет работать, держаться за места, при этом требует все больше и больше. И вообще, это вымышленная проблема, либо нет. Также мы ожидаем включения с форума. В Реонавостях сейчас проходит форум по поводу эффективности рабочих мест, пути повышения, либо возможности сокращения этих самых неэффективных, по мнению некоторых чиновников, рабочих мест. Оставайтесь с нами, через выпуск новостей мы продолжим. Итак, продолжаем. Говорите о работодателях и работниках, соискателях и начальниках службы персонала. Звоните нам по телефону 65 10 99 6, код города 8495, либо пишите нам на сайт финам.фм, на страничку программы «Парадокс». Меня зовут Александр Кошапов, гость нашей программы. Марина Хадина, руководитель карьерных сервисов Headhunter. И Екатерина Ухова, руководитель группы консультирования по управлению персоналом. Уважаемые дамы, Москва — это единственный город для среднего класса. Где еще в России можно заработать? Почему нет продвижения этих регионов, если они есть, эти регионы в России, кроме Москвы, где можно рассчитывать на вполне адекватные деньги? В принципе, можно почти во всех крупных городах рассчитывать на вполне адекватные деньги. Кроме того, даже не в крупных городах, но в регионах добычных прежде всего. Опять же, но это не проблема рынка труда. Это проблема беспропорционального развития страны как таковой. Наследие Советского Союза окончательно разрушено то, что и было 90-ми. Пока не начнут развиваться регионы, там не будет рынка труда, туда не потекут работники. Я уверяю вас, что масса людей, живущих сейчас в Москве, в той Москве, какой она стала, с большим удовольствием соберутся, с семьей уедут в тот же Новосибирск, Краснодар, куда угодно. Если там будет развиваться производство, за которым придет рынок труда, придут нормальные зарплаты, а за ними придет инфраструктура, только так эти регионы могут подняться. Но это должно быть, я не знаю, либо какая-то государственная программа. Но, скорее всего, по мне, это, прежде всего, ограничение коррупции. И тогда регионы начнут развиваться. Россия будет прирастать в Сибири. Это уже говорили. Марина. Москва. Единственный город, где можно выжить. Конечно, это не так. И очень много менеджерских и даже узкоспециализированных позиций, особенно если посмотреть на роли в производственных компаниях, то там есть такие роли, и рекрутеры уговаривают людей переезжать в другие регионы. Уговаривают, уговаривают, но поскольку есть стереотип о том, что в Москве лучше, рекрутерам сложно переманивать из региона в регион. Даже не обязательно из Москвы в регион, а из региона в регион таких специалистов и менеджеров. То есть стереотип, вы считаете, что культивируется стереотип, что Москва является лучшим местом в России? Да не обязательно Москва. Скорее, мне кажется, посмотрите, как на времена Советского Союза. Ты обычно родился, учился, жил и умирал в одном и том же месте. Никто особо никуда не переезжал, если не брать БАМа или какие-нибудь строки коммунизма. Это в головах. Скорее, ну не то чтобы насильственно, но пообязательно. Нет, это за идеей, ну обязательно кто-то за идеей. Распределение было после университета. Да, ну были инструменты. Вы смотрите на любую европейскую страну, на Америку. Родился в одном штате, в школе учился в другом. Институт закончил в третьем, а потом в восьми еще поработал. Это нормально. Ну вот насчет Америки отличный пример. Я где-то считал статистику, в среднем 11 раз один человек, гражданин США, переезжает. И это считается нормой. Я не очень легкий на подъем. Ну вы обратите внимание, что культурологически, наверное, один штат от другого отличается. Очень сильно. Но по уровню... Вот у нас переводят штаты, а можно перевести как Соединенные государства Америки. Насколько там все разное? Да, но по уровню жизни, комфорта жизненного инфраструктуры они равны. И нету, как у нас, есть Москва, а есть остальная Россия. Если человек был бы уверен, что переезжая в другой город, он найдет ту же инфраструктуру, ту же социальную, прежде всего, нишу, переехал бы. И это пугает. Пугает то, что это сдвинуть всю семью. Если я нашел работу, это не значит, что там найдет работу, там, моя жена, мои дети будут ходить в хорошую школу. Сейчас, кстати, тем самим компанией занимаются. Да, да. То есть если мы говорим о менеджере даже уже среднего звена, то, как правило, там, промышленные компании, производственные компании, для того, чтобы заинтересовать в переезде человека, они мало того, что для него создают инфраструктуру, обеспечивают ему квартиру, садики для детей и работу для вторых половин. Вы сейчас Москву имеете в виду или вообще регион? Я сейчас как раз имею в виду ситуации, когда есть вакансии в регионах, на которые хотят привлечь персонал. В регионах-то с этим гораздо проще. Проще снять служебную квартиру для сотрудника, проще найти садик для его ребенка, проще найти трудоустройство для его жены, скажем так. Если речь идет о требуемом специалисте мужчине в Москве, дай бог тебе одному переехать, а потом скрутись, как сможешь. Крутись, как сможешь, найди квартиру сам, найди сам себе место чуть ли не для парковки, найди под парковку автомобиля, найди сам себе. Ну, понимаете, при всех этих сложностях, если человек готов переехать, закрыв на это все глаза, рассчитывая, например, на более быструю карьеру, на гораздо более серьезный доход в Москве или на возможности какие-то. Ну, может, всю жизнь мечтала о Москве. Раз человек на это согласен, то почему нет? Я так понимаю, что с регионами это как раз проблема в том, что даже при всем том, что людям готовы компании помочь и обеспечить, далеко не все хотят ехать. Это рвать социальный круг. Для нас это тяжело и непривычно. Это рвать друзья, которые у тебя с детского сада, со школы, с института и все здесь, а там все это будет по-другому. Есть, на самом деле, даже проблема и в рамках Москвы. Я знаю, что люди отказываются переезжать, например, в офис в области. Очень большие проблемы, да. Сейчас тенденции строят бизнес-центры, и люди отказываются, начинают отказываться от обустройства. До 10-15% численности при таком переезде компании теряют, когда сидели всегда где-то в центре, а переезжают в офисы на МКАДе или за МКАДом. Это очень серьезно. Почему все предоставляют шаттлы, различные тамки? Да, это же. Хотят в театры ходить, хотят вот инфраструктуру рядом, комфорт, культуру, искусство. Не, ну вполне понятно. Но ведь цены просто несоразмерны по аренде. Я имею в виду центр, садовое кольцо, МКАД. Безусловно, но человек-то это не очень волнует. Его волнует то, что... Его личный комфорт, его привычки. Конечно, но это опять же, все проблемы инфраструктурные. Не было бы в Москве таких пробок или была бы очень развитая, как в том же Лондоне, система общественного транспорта, это не было бы проблемой. И, наверное, вот мобильность бы нашу подняли даже в рамках самой Москвы, чтобы люди с удовольствием выезжали за МКАД в офисы. Это возможность легко снять какое-то жилье без этих накруток, без этих посреднических премий. То есть вот ты переезжаешь за МКАД, ты там снимаешь жилье, оно, во-первых, недорогое, пусть будет социальным каким-то, пусть может быть субсидированным каким-то, пусть не будет этих трех-четырех проплат агентам и последних оплат. То есть вот эта мобильность, она бы очень здорово помогла бы людям, потому что некоторые вот найдут хороший вариант в плане квартиры, там, 24 тысячи в месяц, все, а по рынку 30 тысяч. Вот за эту вот скромную премию вот он не хочет менять эти квартиры, даже если там офис рядом. Если подсчитать действительно все на калькуляторе, вот эту дорогу до метро, от метро, то на самом деле выходит гораздо дороже. Но здесь с жильем-то еще другая проблема, это прежде всего опять та же незащищенность. Ведь нет же такого, как института съемного жилья, когда в Европе, в Америке люди всю жизнь живут съемным жилье. Да, у нас весь рынок аренды, у нас он теневой. Это частная квартира, самое главное, это частная квартира. Вот собственник решил и выселил меня оттуда, да и плевать ему, в общем-то, на неустойку в сумме месячного платежа. Должна быть серьезная компания, с ней должен быть договор, который вам гарантирует при соблюдении условий, там, квартиру на три года. По крайней мере, вы можете тут обжиться на эти три года, а так вы все время на перекладных. И, кстати, вот возвращаясь к вашей мысли, Екатерина, о том, что у нас неразвитая инфраструктура в России, в регионах России, что люди туда не едут или там не остаются работать. Вместо того, чтобы развивать регионы России, наши власти развивают Москву. Она вот-вот уже становится в два с половиной раза шире и больше. То есть в регионах России получается негде работать, негде претендовать на приличный заработок. Все претендуют на этот заработок в Москве, и, идя навстречу этим претензиям, расширяется Москва. То есть уже Бутово становится садовым кольцом, если по радиусу и центру смотреть. Да, ну а все-таки вот вы как люди, работающие с персоналом и с вакансиями, вот Москва, возможно, что там, Норильск, неплохие заработки, возможно, Камчатка, не везде, правда, но возможно. Где вот еще можно рискнуть рассчитывать? Это Мансийский автономный округ, Ямал-Ненецкий, неплохие зарплаты. Там какие зарплаты в месяц? Две-три тысячи долларов можно рассчитывать? Ну, простому рабочему персоналу. Если говорить вообще среднее со средним, то Ямал-Ненецкий, он практически равен Москве. То есть это полторы-две тысячи долларов? Ну, смотря какая позиция, понимаете, это может быть 15-20 тысяч долларов. Ну, стартовая, стартовая. А 15-20 тысяч долларов в месяц? Это наверху, это для руководителей. Подождите, категория персонала, категория рознь. Но, в принципе, по региональному коэффициенту они где-то равны Москве. Я человек из города, например, из города Оресовенбургской области, у меня куча кредитов, мой Орский завод тракторовых прицепов закрылся. Я вот думаю, куда мне ехать? Либо вот по вахте в Ханты-Мансийск, либо вот в Москву, чтобы иметь возможность семье что-нибудь ссылать, поградить свои, погашать бесконечные. Вот я просто человек, просто человек. Могу начинать с черных работ. Я бы посоветовала, конечно, вахту в Ханты-Мансийске, потому что, если уж в такой ситуации, как вы описываете, во-первых, на вахте он денег не потратит особо, все привезет домой. То есть там оплачивают его проживание в вагончиков? Да, у него есть межвахтовый отдых, его кормят, все нормально, все в порядке. Но и потом он может работать в вахту, а потом весь свой межвахтовый отдых проводить дома с семьей. Это вы ему оплачиваете переезд? Да, конечно. И переезд семьи к нему, если семья захочет его отместить. И получается равноценно, чем если бы постоянно в Москве торчало? В Москве все эти деньги будут потрачены, а там они будут направлены туда. Саккумулированы. То есть опять психологический такой ход. Нет соблазнов, сплошной холод, нефтегазовая вышка туда-обратно, мужики с нардами. Я не считаю самоуважение определенным. Все-таки человек будет дел делать, а не в Москве околачиваться. И тратить деньги. Да, ну и работать то тут, то там, не пойми чем заниматься. В Москве производственного сектора так уж прям, скажем, особо нет. Ну вот, господин Иванов сказал, что 15-20 миллионов человек, вот он интервью на днях дал четырем газетам, что 15-20 миллионов человек в Москве не занимаются ничем, они ничего не производят. То есть такой вот человек старой формации, можно сказать, советской, единица должна производить что-то. А то, что человек управляет, ну я имею в виду менеджер, или как я, например, журналист, продукты-то я никакого не делаю, планшеты я не делаю. И я в его понятии лентяй, который деньги свои зарабатывает из воздуха, ничем не занимается. То, что вот я сидел на сайтах и готовил эту программу несколько часов, чтобы вам вопросы более-менее грамотные задавать, в его глазах я лентяя бил баклуши, в интернете сидел. Вот, серьезно, ну, почитайте его интервью. Наш, он, кстати, чуть-чуть не стал президентом в 2008 году, то есть рассматривалось его возможность, либо Иванов, либо Медведев, ну, Дмитрий Анатольевич Медведев стал. Так вот, этот человек говорит, что 12-15-20 миллионов в Москве лентяев ничего не производит. Ну, это его личное мнение. Да, вот я говорю, человек, когда не видит, я, потому что человек, когда не видит продуктов труда, а то, что он слышит по радио, это не труд, видимо, для него, то, значит, этот человек ничего не производит. И Москва, она вся такая. Я к тому, что это управленческий состав, это менеджерский состав, это журналистский состав. Вот. Ну, мы продолжим обсуждать эти вопросы. Звоните нам, дамы и господа, по телефону 65 10 99 6, код города Москвы 8495. Либо пишите нам на сайт finam.fm, на страничку программы Paradox. Гость нашей программы Марина Хадина из Headhunter и из Ernst & Young или EY Екатерина Ухова. Здравствуйте. Мы продолжаем обсуждать работы и зарплаты. И у нас на связи Андрей. Здравствуйте. Добрый день. Андрей, вы позвонили в Finam.fm. Обсуждайте в программе Paradox ваши вопросы. Ну, я хотел сказать по поводу зарплат, что зарплаты на сегодняшний день, конечно же, не растут, поскольку кризис в стране ощущается очень отчетливо. И я думаю, что он еще будет усугубляться только в ближайшее время. А чревато это, я думаю, будет очень большим сокращением рабочих мест, поскольку деловая активность замирает. Денежной массы нет, и взяться ей просто неоткуда. Поскольку вкладывать в российскую экономику денег в ближайшее время вряд ли кто захочет, поскольку нет никаких гарантий возврата этих вложений. Вот. И на сегодняшний день я вижу, как во многих предприятиях, я работаю в транспортном предприятии в Москве, идет большое сокращение рабочих мест, и некоторые даже сократили вообще весь штат, и работают генеральный директор вместе со своей женой, вспомнили молодость, и ведут всю офисную работу сами, поскольку надо как-то выживать. Вот. А объем, могу вам сказать, вот в контейнерных перевозок из Москвы по железной дороге за последний год упал вдвое. И это включает предметы первой необходимости, продовольствия и так далее, со всеми растекающими последствиями. То есть регионы стали снабжаться в два раза меньше. Понятно. Большое спасибо, Андрей. Хорошая информация. Кстати, у нас на связи Валерий Владимирович Рязанский. Алло, здравствуйте, Валерий Владимирович. Здравствуйте. Ну, я уже анонсировал конференцию, простите, в Реновостях по поводу эффективности рабочих мест и пути повышения. И какие-то уже есть здравые решения. Вообще будут сокращать эти, по мнению чиновников, неэффективные рабочие места? И что считать неэффективным? У нас в основном обмен мнения происходил вокруг темы минимального размера оплаты труда, его, что называется, эффективности влияния на все процессы и целесообразности перехода на минимальный размер оплаты труда. И поиск, будем говорить так, тех резервов, которые есть с точки зрения неэффективных рабочих мест. Я высказал свою точку зрения по поводу того, что сейчас считаю нецелесообразно переходить на почасовую форму оплаты труда. Все-таки та, пусть небольшая, но тем не менее положительная динамика роста МРОТа и его пока привязка ко всем другим показателям, но был не так, не дает нам возможности резко поднимать уровень МРОТа. Что касается неэффективности рабочих мест, я назвал в качестве возможных резервов, и думаю, что об этом говорил председатель правительства, прежде всего в системе управления, прежде всего в системе государственного управления. Достаточно большое количество дублирующих функций, достаточно большое количество контролирующих функций. Иногда в одно и то же учреждение в год прибывает до 30 контрольных проверок, горы бумаг, горы указаний, над которыми потом работают люди. И вот в этой части, наверное, здесь и сейчас кроется, что называется, первый слой поиска неэффективных рабочих мест. Что касается бизнеса, ну, бизнесу особых указаний давать не надо. Бизнес и сам оптимизирует всегда свою работу. Бизнесу просто не нужно мешать. Да, бизнес сам чувствует. У него свой градусник, что называется, который определяет температуру экономических показателей. Поэтому для бизнеса в данном случае действительно это прозрачность форм работы с государством, прозрачная налоговая политика и как можно меньшее вхождение различных контор и меньшее количество согласований. А что касается бюджетной сферы, побольше надо освободить управленческие структуры от функций по контролю. За работой учителя, за работой врача, которые бесконечно что-то пишут, за что-то отчитываются, значит, все-таки избыточность контрольных функций здесь вместо эффективности контрольных функций тоже налицо. Вот думаю, что вот это то, что надо делать в первую очередь. А что касается повышения производительства, о чем говорит президент, Безусловно, это касается прежде всего сектора промышленной, аграрной системы, экономики, где нужно искать эти способы повышения за счет идентификации, хорошей техники, модернизации. Тут, по-моему, все понятно. Большое спасибо. На связи с Финам.ФМ был Валерий Владимирович Рязанский. Это председатель комиссии по социальной политике Совета Федерации и председатель Союза пенсионеров России. Он сейчас находится на конференции, которая проходит в Реоновостях на тему «Эффективность рабочих мест, пути повышения производительности труда». Ну, уважаемые Марина и Екатерина, я так понимаю, вы согласны с этой мыслью о том, что на одного работника несколько проверяющих, и нужно с этим количеством проверяющих что-то делать? Ну, безусловно. Здесь разговор шел о государственной сфере. Да, это то, что в руках государства, где могут напрямую повлиять. Это то, что мешает бизнесу. Попробуйте открыть в России небольшой частный бизнес. Шансы открыть его крайне малы, шансы для него вырасти еще меньше, потому что действительно замучают различными проверками. Коррупция не секрет, ни для кого, и не надо ли выпрятать глаза. Даже если не коррупция, а бюрократизм. Бюрократия, если человек не ведется на коррупционное, так сказать, воздействие, его замучают просто бюрократическими проверками, ибо механизмов для этого миллион. Кошмарит бизнес. Да, то, что касается эффективности бизнеса как такового, в России очень много государственного бизнеса. Он фактически аналог министерских структур во многом. Сейчас, я не знаю, много обсуждается планов о приватизации. Мне кажется, это та стадия, которую прошли другие страны. Франция это проходила в начале. И это необходимый этап консолидации всего в руках государства, чтобы просто развал всего этого избежать. Затем наступает этап приватизации, когда компании, так сказать, окрепли. И вот в этом моменте вступает как раз уже законы бизнеса, законы джунглей. Выживает тот, кто сильнее. А что значит сильнее? Сильнее, это эффективнее, это как раз с лучшей производительностью, с разумными издержками, затратами. Это все, я думаю, придет. Но роль государства именно в том, чтобы, как вы правильно сказали, не мешать. Дать по рукам тем, кто пытается мешать в собственную пользу. Ну, я так понимаю, что коррупция у нас еще стала плодом такой вот меры. Я вам зарплату не повышаю, но зато закрою глаза на кое-какие ваши злоупотребления, вашу подработку. Ну, по крайней мере, одной из причин коррупции в милиции, в полиции, точнее, называют именно эту. Невозможность поднять зарплату рядовым, постовым и так далее. Но зато закрывают глаза и покрывают на то, что они кошмарят. Я бы сказал, что было так. На самом деле сейчас уже несколько другая ситуация. То есть зарплаты у них не так плохи, как могли бы казаться. Так же, как и зарплата учителей. А здесь они уже привыкли брать взятки. Уже привычка, да. Я сомневаюсь, что... Я не знаю, какая зарплата в милиции, но если вы зайдете сейчас, интересно, на сайты школ, почти на всех, показаны средние зарплаты учителей по годам. То есть там цифры такие, 60 тысяч, чем-то. То есть это вполне неплохая, на мой взгляд, зарплата. У педагогов имеется в виду? Да, да, но это прямо на сайтах школы написано. Это не секретная информация. Я не знаю, как насчет милиции, но подозреваю, что поскольку они госсферы, то, наверное, вот приблизительно такие же. Но это не та зарплата, которая не позволяет ему жить. Может быть, не позволяет шиковать, и, конечно, когда легко и близко лежит, и надо просто наступить на горло собственной совести и всего этого делов. Ну, Грузия рассказывает, как они побороли коррупцию в полиции. Уволили всех, набрали новых и зарплату подняли. То есть новенькие, еще не искушенные большими взятками, но удовлетворенные вполне заработком. Знаете, это вот тот случай, где размер имеет значение. Страна? Да. Нельзя так сделать в нашей огромной стране. Представьте, что будет с преступностью, если вы про всех среди этих людей, будь они коррупционеры или нет, куча профессионалов. Вы уберете всех профессионалов, в Рожденной революции фильм смотрели, вот и начнется все то же самое. Придут люди из колхозов, которые не умеют ловить преступников, и не останется никого, кто бы мог в этом помочь. Это все-таки узкоспециализированная вещь, требующая именно профессиональной подготовки и опыта. Так сделать нельзя. А потом куда они все денутся? Я вот представляю, что управленческий аппарат в госсфере, допустим, будет сокращен за инфекцией. Отличный вопрос, Марина. Наши чиновники говорят, вот перепрофилируйтесь, переобучайтесь, получайте новую вакансию. Так вот, то же самое можно сказать министрам, начальникам, которых упразднят. Спуститесь в метро, посмотрите, какой коллапс на серой ветке еженедельно в Москве. Поездите в общественном транспорте, узнайте, каково жить обычному человеку, и перепрофилируйтесь. Откажитесь от личного водителя, откажитесь вообще от личного извоза. Уйдите на курсы машинистов. Посмотрим, как вы будете гладко останавливать состав во время движения. Посмотрим, как вы будете вести себя, как водитель автобусов во время пробок, когда все таксисты бомбилы закрывают, и без того узкие работы. Вообще, спуститесь в народ. Не на землю, так хоть под землю. Либо как угодно. Мне кажется, вот проблема нашей власти, почему такие сказочные, чуть ли не инопланетные реформы и решения и инициативы, понимаете? Потому что слишком далеки от народа, от нас, от среднего и ниже класса. Согласна. Но при этом я не хотела бы на все смотреть с такой прям пессимистической точки зрения. Приведу пример того, что меня очень приятно порадовало. Бывая на многих конференциях, и в последнее время на нескольких встречался с представителями правительства Москвы. Ну, прежде всего, это безусловная сфера управления персоналом, но и в целом. Меня очень порадовали люди. Это люди совершенно нормальный бизнес-формат, люди, имеющие за плечами серьезный опыт бизнеса, пришедшие туда по конкурсу, пытающиеся и успешно пытающиеся многое изменить. Я надеюсь, что если это происходит в нашем городе, и я там сама пользуюсь этими сайтами, и я вижу, что когда я там жалуюсь на что-то, это действительно меняется. Приходят какие-то там комиссии, что-то меняют, там всем говорят ай-яй-яй. Если это меняется в Москве, может быть, это поменяется в России. Просто на это время. Андрей, который звонил нам, он же сказал достаточно страшную вещь, то, что в Москве хотя бы рост зарплат приостановился, а в регионах так идет урезание. Он заявил о том, что в регионе в два раза сократился поток финансирования, субсидирования и вообще отчисления регионы. То есть там даже из государственных-то денег нечего создать, не говоря уже о том, что частному бизнесу там не на что и не на кого опираться. То есть такой достаточно грустный момент. Или все-таки в этом можно найти какие-то проростки? То есть когда нету, скажем так, искусственной поддержки в виде государства, может, тогда начинается естественная поддержка в виде собственных ресурсов? Она должна начаться. И мое глубокое убеждение — это не мешайте, не ставьте препонов. Тогда бизнес естественным образом пойдет в регионы. Там дешевле, там есть рабочая сила, там все дешевле. Вы можете там начать развивать бизнес. Нет пробок. Нет дорог, но и нет пробок. Они очень далекие от регионов потребления. Это просто невозможно. Я просто сталкивалась с тем, что такое открывать частный бизнес. Не я это делала, но мои знакомые. Это в нашей стране ужасно. То есть ты еще не открыл, еще не вышел на рентабельность, самокупаемость ты уже должен. Да. Ты должен по кредиту, но у тебя есть хороший бизнес-план, и ты можешь все это сделать. Но, к сожалению, тебе просто не дадут выполнить твой бизнес-план, пока ты еще не накормишь со своих прибыли еще энное количество чиновников. Ну, так, ну что, надо как бы let's face it, что это называется. Дай смотри правде в глаза. То есть рэкет с 90-х, он никуда не ушел. Он просто стал... Уменил форму. Абсолютно, да. Был бандитским, стал чиновничим. Да? Да. К сожалению. У нас еще есть четверть, мы ее посвятим более нормальным, точнее нет, более оптимистичным моментам. Правда ли, что молодежь не хочет работать? Я считаю, что это неправда, но мы обсудим с нашими экспертами. Это Марина Хадина, руководитель карьерных сервисов Headhunter и партнер EY Екатерина Ухова. Ну, а вы звоните нам, уважаемые радиослушатели, по телефону 65 10 99 6. Вернемся через выпуск новостей. Мы продолжаем, уважаемые радиослушатели, продолжаем говорить о зарплатах и их соответствии работников. У нас на связи Карен. Здравствуйте. Карен, вы в прямом эфире. Пожалуйста, какой у вас вопрос или какая у вас история? Ну вот, у меня скорее и вопрос, и история. Значит, то, что касается зарплаты и так далее, и так далее. То есть, я сам занимаюсь малым бизнесом. А чем вы занимаетесь? Ну, производственной компанией. Значит, производим строевые материалы. Понял, Карен, спасибо. То, что касается зарплаты и сотрудника. Ну, у нас в нашем секторе напрямую все зависит от качества оборудования и от технологий, которую мы используем. То есть, чем выше качество оборудования и технологий, тем, соответственно, меньше рабочих труда приходится использовать. Соответственно, и больше можно использовать, то есть, производить больше продукцию и, соответственно, меньшее количество и хорошую зарплату выдавать. Но здесь, опять же, очень много проблем связано с монополиями. Имеется в виду это тарифы. Имеется в виду это, особенно в Московской области, невозможность подключиться или крайняя невозможность или возможность за астрономической суммы, которая очень-очень плохо влияет на развитие производства мощностей. То есть, подключиться к электричеству, к воде, как... Ну, электричество, газ, основное электричество, газ. Вот. А воду там... То есть, ну, это меньшее зло, так сказать. Знаете, Карен, я на что рассчитываю? Я рассчитываю, что сейчас чиновники нас, которые сейчас в пробках стоят в автомобилях, они слушают эту программу, потому что на радио Финам ФМ еще играет хорошая музыка, помимо того, что обсуждают злободневные вопросы и темы. И вот я надеюсь, что министры, бывшие и будущие их замы их помощницы сидят вот в пробках, их водитель включил 99,6. И вот этот вопрос, этот вопрос, он стал доступным для их органов чувств. И они поймут, что не стоит помогать бизнесу, ему стоит не мешать. Не мешайте подключаться, не мешайте развиваться, не мешайте работать. Хорошо, вот это первый момент. Второй момент. Бизнес, он производит товары, услуги, производит рабочие места и производит налоги. Вот это они должны понимать очень четко. Нет бизнеса, нет налогов. Вот. Они это четко должны понимать. И такой момент, то, что, значит, я к чему это говорю? Сегодня я смотрел, ну, по телевизору, было заседание правительства, поддержка там малого бизнеса, там выступали там Улюкаев, ну и так далее, и так далее, там разные чиновники. Ну, честно говоря, исходя из этого, ну, то, что я видел, да, мне сложилось такое впечатление, личное мое, субъективное, то, что это все ветер. Это все ветер, ничего реального. Это все ветер. Все, спасибо, Карен. Это мое личное мнение. Нет, Карен, на самом деле, вы правы, и это не ветер, это действительно их такое мнение. Просто я говорю, возвращаемся к моменту, нужно спуститься на землю, нужно выйти в метро, нужно поездить по регионам, точнее, не поездить, а походить. Без охраны, без личных водителей, без помощников, которые все, возможно, в розовом свете представляют. А нужно видеть реальную картину, нужно слышать таких малых бизнесменов, таких, как вы, Карен. Большое вам спасибо за звонок, уважаемые радиослушатели, у нас еще есть почти 10 минут. Звоните по телефону 65 10 99 6. Ну, а мы обращаемся с того к нашим гостям. У вас, кстати, не возникло вопросов, да, когда Карен исповедовался. Ну, давайте вспомним нашу молодежь. Правда ли, что молодежь не хочет работать, держаться за места, при этом требует все больше и больше? Или это вымышленная проблема? Ну, во-первых... Или посегментарно? Это, конечно, зависит. Есть несколько категорий молодежи. Во-первых, есть молодежь, которая, не имея пока еще опыта работы, выставляет высокие зарплатные ожидания, хочет менеджерских сразу ролей, и при этом они не могут формулировать, что конкретно они готовы сделать в компании. В принципе, это понятно, почему они не могут это сделать, потому что они пока не понимают, как устроен бизнес, они не попробовали, они очень теоретически это очень отдаленно представляют. С другой стороны, есть другая проблема. Есть проблема того, что работодатели, в свою очередь, определяют достаточно высокие требования к молодым специалистам, выпускникам уже, хотя при этом они понимают, что у них, в общем-то, откуда у них опыт работы. И система образования, сейчас существует очень большой разрыв между тем, кого готовит система образования, и тем, кто нужен реально на рабочих местах. И, собственно, из-за этого и происходит в том числе разрыв. И к нам очень много сейчас есть запросов от высших учебных заведений, которые просят нам делать какой-то анализ и дать им информацию о том, что требует работодатель для молодых специалистов, какими навыками нужно обладать, какими компетенциями нужно обладать для того, чтобы быть конкурентоспособным на рынке. Марин, вот я, например, студент, вот я только что поступил, точнее, думаю, куда мне поступить. Вот как вы думаете, через пять лет, когда я закончу институт, где будет востребована моя, где я буду востребована, в каких профессиях? Вот две-три, можете назвать. Какое учебное заведение? Вот я закончил школу только что. Вот я хочу поступить в институт, окончив который через пять лет, я буду уверен, что устроюсь. Какие это профессии? Все-таки я против такой постановки вопроса. Почему? Анализ? Да, анализ. Планирование. Да, про анализ я сейчас отдельно скажу, но я за призвание. У каждого человека есть свое призвание, есть свои склонности, его способности, особенности его нервной системы. И поэтому, условно говоря, если, почему у нас много маркетологов, но при этом нет, ну, мало хороших, да, потому что однажды начали говорить в средствах массовой информации, что маркетологи востребованы, экономисты востребованы, поэтому все пошли, юристы востребованы, но все пошли в эти высшие учебные заведения, эти факультеты размножились, во всех вузах есть эти факультеты и так далее. Ну, хорошо, давайте по редким отраслям. Какие будут востребованы через 5 лет? Ну, совершенно очевидно, хай-тек, видимо, 100%. Да, да, совершенно очевидно, что это IT, телеком, совершенно очевидно, что это промышленность, в том числе нефтегаз, безусловно. Еще не исчерпают через 5 лет все. Конструкторы, инженеры-конструкторы. Архитекторы. В принципе, их всегда мало. То есть такие профессии производственные, где нужна не рабочая сила, такая черно-рабочая, а вот именно узкоспециализированная. Ну, мое сугубо личное мнение, может быть, потому что я по природе, по своей, скорее, физик, чем лирик, мне кажется, что техническое образование, вообще классическое техническое образование, фундаментальное, оно потом открывает все двери, хоть в архитектуре, хоть в дизайне, хоть где угодно. Ломоносов что сказал? Математика — это высшая поэзия. Абсолютно. Поэтому лучше учиться на технические специальности. Литераторами вы станете всегда. Я понял, что на технических специальностях все еще хорошо учат. И при этом не забывают о литературе. Да, но вот как раз, что такое, я сама экономист, но что такое экономист, я до сих пор объяснить не могу. Да, сами экономисты не знают. Это непонятно мне совершенно. Я училась в России и за рубежом, и что это за специальность такая, мне не ясно. Кстати, насчет зарубежной, у нас одна из программ «Парадокс» будет посвящена зарубежному образованию. А у нас сейчас на связи Антон. Антон, добрый день. Здравствуйте. Антон, вы считаете, что сейчас зарплаты стали падать в России в среднем? Либо нужно смотреть индивидуально? Ну, знаете, я не могу сказать, стали они падать, стали они подниматься. Потому что вы стоите сейчас в пробке. Нет, нет, нет. Потому что я стою сейчас в пробке, а никогда я не получал зарплату ни от кого. Подождите, а на что вы со своего айфона сейчас звоните? Почему вы сейчас решили, что у меня именно айфон? Вы делаете рекламу айфоном? С таксофоном звоните. Ну, просто вся молодежь на айфонах. Вот я вот слышу молодой голос. Я уже не могу себя отнести к молодежи, мне он, слава богу, скоро за четвертый десяток пойдет. Просто вы сказали, что никогда не получали зарплату. Ладно, рассказывайте. Да, потому что я всегда работал сам и всегда сам платил зарплату людям. И как раз парадокс в нашей стране заключен в том, что зарплаты почему-то маленькие, квадратные метры стоят безумно дорого. Нормальный такой пузырь рыночный. Ну, да, но понимаете, любой пузырь имеет свои какие-то пределы. Он рано или поздно лопнет. Так. При этом, если там взять тех же чиновников, и взять их зарплаты, плюс там их, если вы придете, да, в любую организацию. Да, да, да. Но там проблема не в том, что у них большие зарплаты. Там они не видят реальной жизни. Вот в чем проблема. Просто приходят временщики. То есть приходят люди, которым на самом деле они не думают о настоящем дне. Им нужно сейчас и сегодня, потому что они видят, каким образом у нас происходит в стране. До тех пор, пока мы будем пилить нефтедоллары, до тех пор, пока мы будем именно сырьевым придатком мировым, у нас ничего не будет меняться. Потому что это не нужно, ну, наверное, нашим хозяевам уже, хотя мы там, так сказать, делаем серьезное лицо и говорим, что мы там что-то решаем в мире, но мне кажется, все-таки мы уже давно ничего не решаем. Не стоит так пессимистично. Вот мы практически остановили войну в Сирии, не дали ей развиться. Спасибо, Антон. Если он состоит, значит, это кому-нибудь нужно. Я согласен с вами, что действительно нужно отходить от сырьевой модели развития. Надо больше воспитывать патриотизм. Вот абсолютно верно, на самом деле. Чтобы молодежь понимала, что это их страна, что им жить в этой стране. Вопросы диалоги здесь гораздо важнее вопрос экономики. Спасибо, Антон. Потому что люди должны верить в эту страну, и действительно вопрос того, что временщик или нет. Люди приходят урвать, потому что они не видят себя в этой стране вообще. Начиная от чиновников, кончая действительно молодежью. Люди видят себя в том, что здесь это средство быстро, сейчас и не важно, как заработать, взять и уехать. И ни мои дети, ни мои внуки здесь жить не будут. Вот когда эта концепция закончится, тогда эта страна поднимется. Главное, чтобы... Я хотел бы еще сказать одну маленькую вещь. Меня извините, что я вас перебил. Почему-то еще тот Иван-студент звонит, хочет поговорить тоже. У меня растет два сына, и когда вот встает вопрос, кем быть, я всегда говорю, ребята, мне без разницы, кем вы будете. Главное, чтобы вы были профессионалами. Не важно, кто ты. Экономист. Я не согласен. Не согласен. Троитель. Главное, чтобы ты был профессионалом в своей отрасли. Звездой в хорошем смысле слова можно быть в любой отрасли, на любой работе. И нужно стремиться к этому. Нужно стремиться работать так, как будто за тобой всегда смотрит работодатель. И тогда КПД будет 100%. У нас остается ровно минута. Мы Ивану даем трубочку. Ивану. Иван, который сейчас к нам позвонил. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Полминутки, 10-15 секунд даже. Ага. Ваша история вопроса. Я студент. Да. Буду выпускаться в следующем году из университета, который называется ГУ. На специальности гуманитарной. Менеджмент организации в нефтегазовом отрасли. И скажите, какие навыки вообще работодателю важны? Потому что нам говорят на каждом предмете, что именно финансы, именно менеджмент, именно экономика и все остальное важно. Патриотизм и профессионализм. Буквально 10 секунд, девушки. Я здесь выступлю, скорее, с точки зрения уже работодателя. Что я ищу в кандидатах? Ну да, наверное, какие-то базовые знания, но я никогда их не проверяю. Мне нужна характер. Готовность работать. Готовность работать. Надежность, порядочность и просто общая эрудиция. Остальное мы научим. Спасибо. У нас не осталось времени для многих важных вопросов. Надеюсь, обсудим в одной из следующих наших программ. Это была программа «Парадокс». Меня зовут Александр Кошапов. До свидания.